я сейчас нахожусь на территории города червоноград это один из городов львовской области один из самых таких больших известных городов львовской области и я хочу показать центральную часть этого города смотрим город червоноград я хотел бы показать такой памятник монумент который называется борцам за волю украины такой небольшой аккуратный симпатичный монумент находится как раз на центральном проспекте проспект шевченко сейчас немного ближе к этому монументу подойдем тут еще есть памятник украинскому поэту тарасу шевченко тут на центральной части города есть что показать сейчас немножко назад памятник монумент посмотрим в другом таком варианте с другой позиции такой памятник монумент борцам за волю украины я рассмотрим на этот памятник с такой последней позиции идем дальше по центральному проспекту шевченко в городе червоноград это центральная часть города идем посмотрим на хрест в сторону христа тут еще стоит такой хрест тут на месте этого христа когда стоял памятник вождю мирового пролетариата владимиру ульянову ленину сейчас тут стоит хрест это такая центральная часть города червоноград это палац культуры один из таких самых больших что я видел в львовской области такой большой палац культуры города червоноград эти город червоноград это называется крестинопель сейчас называется червоноград судя с того что я знаю тоже скоро будет районным центром до этого червоноград был как таким независимым от львова подчинялся даже должен к сакальскому району принадлежал он окажется непосредственно к львовскому району а сейчас уже должен стать или даже уже стал районным центром идем в сторону памятника шевченко центральный проспект шевченко центральный проспект шевченко город как у нас когда в львове проспект свободы тут свой есть проспект шевченко идем к памятнику шевченко вот я уже подошел к памятнику украинскому пайту Тарасу Шевченко вот немного ближе на него посмотрим тут ниже надпись в своей хате свое и правда сила и воля сейчас немножко с другого варианта на него посмотрим с другой позиции это памятник шевченко немножко в другом варианте с бокового ракурса я показываю ну идем еще пройдемся по проспекту шевченко на него еще посмотрим торговый центр под названием Кристенополь носит первое название города Червоноград смотрим на фасады домов ну Червоноград город довольно таким город молодой никаких таких архитектурных шедевров нету город по-своему такой своеобразный интересный центральный проспект Шевченко Ну, в таком варианте Практически Идет вся центральная часть города Да и весь город Червоноград в таком варианте Город довольно-таки молодой Таких архитектурных тут таких изюминок нет Ну, город по-своему интересный Такой специфический Шахтерский край Один из самых больших шахтерских городов Львовской области Возможно, даже всей Западной Украины Город довольно-таки большой, известный Еще немножко пройдем в сторону Автовокзала по проспекту Вот этот торговый центр Кристенопель Еще раз напоминаю, это первое название города Червоноград Вот это уже тот весь участок, что я уже Показывал Еще немножко так в ту сторону пойдем До автовокзала Я уже завершу Ну, в таком варианте практически И идет Центральная часть Да и весь город Червоноград Несколько храмов тут есть, но они ближе Немножко дальше от центра Речка Западный Бух Кстати, я уже показывал Есть у меня видео про речку Западный Бух Вчервоноград про храм, одно есть видео Так что можно будет посмотреть Еще в прошлом году снимал Вот центральный проспект Шевченко Субтитры сделал DimaTorzok Это уже весь участок города, что я показал. Тут уже начинает темнеть, ну практически вот в таком варианте, там еще немножко, там уже идет автовокзал. Автовокзал довольно-таки большой, там на много разных направлений практически на всю Украину идут автобусы на Львовскую область. В таком варианте идет центральная часть проспект Шевченко, города Червоноград. Ну это практически уже и есть весь центральный проспект Шевченко. Там уже недалеко в том направлении уже автовокзал. Ну я думаю можно завершить свой такой небольшой видеообзор, репортаж об одном из самых больших известных городов Львовской области, города Червоноград. Спасибо.